День с толком День флага с широким размахом. Разделяют ли такой подход в Барнауле? Короче, не значит хуже. Почему прямую дорогу в Горный Алтай через Салтонский район не ремонтируют уже 30 лет? Сомнительное обновление. Почему в одном из барнаульских домов можно сгореть в пожаре после ремонта двора? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каждая медицинская организация при получении госнаграды обязана по положению заработной плате примировать этих сотрудников. Это в обязательном порядке. Будут ли какие-то дополнительные меры социальной поддержки, я сейчас пока что не могу сказать, потому что в указе, который утверждает эту медаль, пока что нет никаких ссылок. Но само понятие государственная награда – это высшая награда. Это признание вашего труда, вашей самоотверженности, вашего профессионализма. За последние сутки на Алтае 74 новых случаев инфицирования коронавирусом. Четыре летальных исхода. Общее число зараженных на сегодняшний день – 11 тысяч 42 человека. Из них 9,5 тысяч выздоровели. На данный момент в регионе 111 ковидных пациентов находятся в тяжелом состоянии. На аппарате ИВЛ – 30 человек. Переходим к другой теме. Белый, синий и красный для жителей нашей страны. Но это не просто цвета. 22 августа в России отмечают День государственного флага. Накануне праздников в Барнауле организовали акции, выставки, тренировки. Но пришли ли горожане на торжество? Узнала София Яценко. Вот уже 26 лет в стране празднуют День российского флага. В этом году в Барнауле из-за пандемии коронавируса массовых концертов не будет. Вместо этого решили в разных точках города провести конкурсы, флешмобы и спортивные тренировки. Патриотические песни и зажигательные танцы. Так юные барнаульцы празднуют День флага. Жители поддерживают. Флаг России – это символ силы. Поэтому мы по этому поводу все вместе здесь собрались, в Дом культуры Октябрьский. И представили какие-то хореографические зарисовки, флешмоб, если можно так это назвать, и вокал. Детей надо воспитывать, и воспитывать надо во всем. Вот сегодня у нас такой патриотический накал. Вот мы тоже за Россию. Мы сегодня все веселые и радостные дети, да? Да! Если я живу в этой стране, естественно, я отношусь хорошо. Патриот, можно так сказать. А и хорошо, что существует такой праздник. День государственного флага России появился в 1994 году. Отмечают его ежегодно 22 августа. Правда, обычно больших торжеств не бывает. В этом году все, видимо, соскучились по праздникам. Но будут ли его встречать в Барнаульце? Вы знаете, какой завтра праздник? Честно, я забыла. Как вы чувствуете этот праздник? Нейтрально. То есть вы его не празднуете? Нет. Случайно услышал, и поэтому смог ответить. Вот точно, День российского флага. День России на ум сразу в 12 июня приходит, а это как бы забыл даже. Так, а какое завтра число? А, День флага. День флага, правильно. А скажите, как вы к этому празднуете? Как вы к этому относитесь? Да ну никак не будем его праздновать. Как ты будешь праздновать праздник? Хорошо. Весело. В честь праздника в администрации Ленинского района вручали паспорта. Самый важный документ появился у 10 подростков. Антисептики необходимые, и были предусмотрены маски, если в случае кто-то придет без маски. Конечно, не очень удобно проводить эту процедуру, находясь вот в таком, используя все эти моменты. Наконец, и еще один праздничный формат этого года – открытые тренировки. На стадионе ВРЗ проходит тренировка футбольного клуба «Патриот». Здесь мальчишки учатся не только обращаться с мячом, но и любить свою родину. На сайте города размещен целый список адресов с подобными тренировками – футбол, волейбол, художественная гимнастика. Эти спортсмены о торжественности занятия узнали от нас, но не растерялись. Говорят, в клубе «Патриот» как нигде должны знать о патриотизме. Собрания проводятся, и беседуем постоянно с ребятами, чтобы привить эти качества патриотизма. На тренировках ребята приходят в цветах нашей страны, в триковорах, кто-то в майках сборных России. То есть с самого детства мы пытаемся привить любовь и к стране, и к нашей сборной. Давай, Тарас, начинай, точно ворот. Подключиться к торжествам вы еще успеваете. Завтра в городе продолжатся открытые тренировки, детские конкурсы и акции по раздаче триколора. Такой он – праздник в пандемию. София Иценко, Илья Халяпин. День с толком. Впрочем, о символах государства в последнее время говорят много. Особенно на волне событий в Братской Беларуси. Обсуждают ситуацию и на Алтае. Наш регион связан с республикой экономически и политически. Александр Суриков 12 лет занимал пост чрезвычайного и полномочного посла России в Беларуси. Как он относится к событиям уже не чужого народа. Смотрите далее. Если так смотреть во все это дело, это абсолютно направленное действие. Хорошо совершенное, оплаченное. Потому что первые цифры уже начали звучать. Порядка миллиарда долларов. Вот потом уточнится все это дело, безусловно. Но это антироссийский вариант в большую степень. В первую очередь. Недоработки белорусской власти в этой ситуации тоже появились. Власть должна была учиться, что, во-первых, уже 26 лет Александр Григорьевич находится в должности президента Беларуси. И у некоторой части народа есть обычная усталость от одного человека. Это естественно все. Это надо было учитывать. Второе. В предвыборной кампании надо было, наверное, больше говорить о конституции и ее изменениях. Потому что конституция Беларуси на порядок жестче нашей российской конституции. Там все заточено на одного человека. А это тоже не всем нравится. Хотелось бы, чтобы все-таки больше решали суды в обычных процессах наказания граждан, виновных и так далее. Парламент что-то бы решал. Это тоже как бы вот это самое. И, наверное, третье. Вот когда начались первые мирные акции, надо было поговорить бы сначала с народом. Это серьезная ошибка. Они были не очень такие страшно многочисленные. Но надо выйти к людям, поговорить, что бы они хотели. Вот этого не произошло. Сразу взяли в дубинки. Сначала надо опробовать все методы защиты досилового, как бы, варианта. Разговоры, создание приглашения активистов, что надо, чтобы успокоиться. А если это не получается, других выходов нет. Ни в Соединенных Штатах их нет, ни во Франции их нет, ни в Германии их нет. Против этих экстремальных активистов или жирающих свергнуть власть и навести бардак в стране. Методы все известны. Это и дубинки, в том числе, и дочилый газ, и водометы, и резиновые пули. Все же во всем мире применяется. Почему только, я не понимаю, акцентируют, что в Беларуси это вот. А у нас вроде бы так можно. В любом случае, власть реальная, правящая, она бронзовеет. В этом есть вопрос. И она, как бы, после многих лет правления, да еще так, более-менее, когда что-то чуть-чуть получается, она бронзовеет и не терпит других точек зрения и критики. В этом есть вопрос. Поэтому сменение власти нужна, конечно, безусловно. Наверное, будет движение к изменению Конституции, я так понимаю. И, как бы, более серьезного баланса между властями, то есть между президентом, парламентом, правительством, судебными органами. Наверное, за частично, за пример, может взяться изменение в российской Конституции, вот, которую мы недавно голосовали, это самое, на референдуме. Вот. То есть, как бы, уход от таких исключительных полномочий президента. Возможно, более допуск в парламент. Потому что сегодня в парламенте, вот в прошлом парламенте, который вот в 19-м году избирался, до 19-го был один оппозиционер. Вот эта Конопадская, которая кандидата в президент. Она депутат Нижней Палаты. Наверное, вот что-то в Конституции может поменяться в сторону, ну, больше демократии, что ли, вот так я понимаю. И меньшего, как бы, акцента на единственного человека. Встреча года. Родители каменских детей, пострадавших от рук банды подростков, наконец-то встретили с уполномоченной по правам ребенка в Алтайском крае Ольгой Казанцевой. Спустя три месяца после самого громкого инцидента она доехала до восмущенных мам. И те высказали все накопленное недовольство. Еще одна мама Людмила Филатова попросила Казанцеву защитить несовершеннолетнего, которого она уверенно незаконно обвиняет в избиении ее сына. Намерены защищать интересы незаконно осужденного несовершеннолетнего. Или, как и дальше, намерены месяцами дистанционно следить за развитием ситуации в городе Камень-на-Аби без проявления личной инициативы, дожидаясь официальных отчетов силовых ведомств и подшивать их в папочку в кавычках вашей работы. Уполномоченная пообещала довести претензию до компетентных органов. К слову, после выхода нашего сюжета в городе все-таки начали ограничивать доступ к заброшенным домам, где собирались несовершеннолетние. Впрочем, подростки все равно убивают пороги своего укрытия. Двери пока не взломали, говорят жители. Ходить по камням полезно, ездить по ним не очень. Но уже 30 лет подряд так живут жители двух поселков Салтонского района. Последний раз они видели асфальт еще в Советском Союзе. И, между прочим, через их населенные пункты проходит одна из дорог, которая ведет на Телеское озеро. Продолжим в сюжете. Салтонский тракт или дорога, которая называется «И так сойдет». Вместо асфальта – крупный гравий. Здесь можно помахать рукой свои подвески и вспомнить самые крепкие слова могучего русского языка. И так на протяжении 35 километров от поворота на Салтон до последнего населенного пункта Алтайского края – села Усть-Куют. В последние годы советской власти здесь вложили асфальт. После этого дорога оказалась, как говорится, и властью, и людьми забыта. Дороги – это жизнь. И чем хуже дороги, тем хуже жизнь. Михаил Луцев руководит Салтонским районом 27 лет. Говорит, дорога находится на балансе края. Но, видимо, как нелюбимый ребенок в семье. Все, что делалось в последние 20 лет – это где-то что-то подсыпали, подровняли, и люди уже к этому привыкли. Долго едет, скоро, да, очень. И сколько ждете? Ну, час, наверное. Я вот 20 лет здесь живу. Каждый год они грейдером переворачивают эту щебенку. Сегодня по этой дороге возят лес, уголь, ездят местные. Но у Салтонского тракта есть и другой потенциал. Сейчас вот с развитием туризма, конечно, дорога. Это требует особого внимания, особого отношения. Такая дорога не способствует увеличению туристического потока. Салтонский район граничит с Горным Алтаем, а именно с Турачакским районом, где находится Телецкое озеро. Правда, об этом маршруте знают немногие водители. Как правило, все туристы ездят на Телецкое через Бийск и Горноалтайск, собирая пробки и светофоры. Дорога через Салтонский район может сэкономить полтора часа в пути. Она короче почти на 70 километров, но пока требует смелости и хорошего внедорожника. Бедный Алтайский край. Как только пересекаешь границу, оказываешься в республике Алтай, гравийка еще остается, но она уже более ласковая, что ли. Особо это ощущается после 35 километров по Салтонскому району. Недавно в соседнем Бийском районе дорожники приступили к капитальному ремонту. Постепенно они будут подходить к Салтонскому району. До этого момента на убитой дороге ничего не изменится. Перспектива такая, что мы идем не с конца участка дороги, а вот именно от начала от города и в направлении как раз Салтонского района и с выходом дальше уже на республику. Нельзя сделать дальний участок, тем самым запустив ближний, потому что и доставка материалов, и постоянное движение грузового транспорта, оно тем самым как бы ситуацию кардинально ухудшит. Уже известно, что один километр дороги на этом участке будет стоить от 17 миллионов рублей. То есть за 35 километров полмиллиарда. И это далеко не предел, возможно даже больше. Почему? Потому что, как правило, мы начинаем сейчас вот земполотно вскрывать. Толщина вот сейчас вот, которая есть, дорожная одежда, покрытие, она то есть, ну как бы не соответствует. Раньше же, сами понимаете, какие были машины, какая, какой-то анаш ей на сегодняшний день. Правда, пока о каких-то сроках дорожники боятся говорить, так что прорубить еще одно окно в Горный Алтай получится не раньше, чем через 2-3 года. Остается надеяться, что все мы доживем до того момента, когда из Барнаула до Телецкого озера можно будет доехать на полтора часа быстрее. Заодно получится разгрузить Чуйский тракт. Да и жителям Салтонского района с новой дорогой, наверное, будет как-то повеселее жить. Ирина Корчагина, Алексей Фризин, День Столка. Скоро и спасатели почти прорываются в один из дворов Барнаула. Этим летом там сделали ремонт, и теперь заехать в него, мягко говоря, трудно даже легковым авто. И это не единственная головная боль жильцов. Мария Микшута продолжит. Выбивает, а сно человек не может вылезти. Той ночью в этом доме не спал никто. Люди молились, чтобы пожарные заехали. Именно заехали. После ремонта двора машины возможно парковать только на дорогу. Двор был заставлен весь машинами. То есть пожарные автомобили, прибавшие к месту пожара, не могли подъехать. Там никто не хочет, ни скорые ездят. Они вот стоят вот здесь, как-то катафалк приехал. И тоже стоит здесь. А ведь этот дом мечтал попасть в госпрограмму по благоустройству двора. Люди отнеслись к ней ответственно. После постоянных войн за место во дворе, жильцы довольно быстро собрали 40% от стоимости работ. Обновление действительно ждали. А теперь в шоке. Участвовали в программе, но мы не знали, что сделают вот такое. Мы думали, говорили нам, что сделают пошире, чтобы для машин туда ездить и обратно. Парковка необходима. Дом большой, много молодых семей. А по факту место для стоянки лишь на проезжей части. Заехать в бок или к подъезду невозможно из-за высокого бордюра. Главной виновницей такого благоустройства жильцы считают председателя дома. Мол, не уследила. Сейчас вы претензии мне предъявляете. Какие? На основании чего? Вот на основании. Кто нам делал вот этот асфальт? Кто его утвердил? В свою очередь председатель говорит, что сама удивлена. У трансформаторной подстанции должны были асфальтировать, не асфальтировали. Вот это вот тоже их, ну, то есть проблема для нас. Как таковой у нас парковки нет, и поэтому там должен лежать асфальт. Вот этого не сделано по комфортной среде. А там, где асфальт есть, комфорт долго не продержится. Люди говорят, полотно уже крошится, а ему всего три месяца. Следы уже, они свежие были, они сразу. Там вот в мусорокамеру дверь открывалась, там прям процарапано. То есть это на следующий день сделали, на следующий день уже процарапано. То есть высота асфальта. И во многих подъездах подпиливали двери для того, чтобы у нас подошел асфальт. Не асфальт убрали как надо, а двери подпилили. В настоящее время благоустроительные работы на многоквартирном доме номер 76 по улице Попова в полном объеме не завершены. Акт приема выполненных работ не подписан. Когда будут исправлять сомнительно благоустроенный двор и будут ли, нам не пояснили. Жители волнуются, все-таки заплатили деньги за комфорт. Ведь пока сделка с властями весьма сомнительна. Мария Микшута, Алексей Фризин. День с толком. Безопасен ли путь в школу? Накануне 1 сентября этот вопрос все чаще задают себе родители и общественники. Илья Кочетков решил лично посмотреть, за что попадают в антирейтинг школьных дорог и устраняют ли нарушения даже спустя год. Здесь была свалка, здесь были деревья, здесь был мусор. Сейчас мы приехали на этот участок, идет работа, опиливаются деревья, вывозится мусор. Практически здесь уже можно проглядывается участок дороги, где дети идут у нас. Один из двух маршрутов в школу номер 60. Вот таким он был прошлой осенью, когда только составляли антирейтинг школьных маршрутов. И в таком виде оставался ровно до сегодняшнего дня. Накануне нашего приезда здесь подрезали аварийные деревья, заровняли ямы, а еще раньше, кстати, провели освещение. Осталось только убрать гаражи. Активисты УНФ говорят, власть их здесь услышала, но это скорее исключение. У 133-й школы переход все так же ведет в никуда. Тропинка через лесополосу без фонарей. Это плохо для людей, для деток особенно, потому что дети к 8 часам идут утром, рано, здесь темно. Я сама хожу на работу к 8 часам, даже к 7, и мне приходится идти другими путями. К слову, здесь год назад неизвестный пытался напасть на девочку. Школьница вырвалась. Но кому-то может не повезти. Обращение общественников пока ни к чему не привело. Печально известная тропинка, ведущая через печально известную лесополосу. Если совсем кратко и по-простому передать то, что ответили городские власти, делать более безопасным, благоустраивать этот путь не имеет смысла, потому что совсем скоро на месте этой лесополосы появится очередной торговый центр. Ну, по крайней мере, так восприняли информацию о том, что земля предназначена для объектов розничной торговли. А вот центр города, школа номер 55. Рядом со входом на территорию школы мусорный бак. Не то чтобы опасно, но приятного мало. Как минимум, нарушение санитарных правил. Здесь была гора мусора. Сейчас ее убрали, но остался контейнер. Контейнер под мусор, который принадлежит многоквартирным домам. Они здесь, администрация центрального района обещала убрать его еще весной. Но на данный момент мы наблюдаем, что прямо возле забора школы, где пробегают у нас ребятишки, находится мусорка. И намерены добиваться от властей района переноса, пока не сдержат обещания. В ходе прошлогодней акции общественники выявили шесть участков с подобными нарушениями. Полностью их не устранили, ни на одном. Но активисты говорят, медленно, но изменения происходят. А еще сами барнаульцы стали чаще задумываться, насколько безопасна дорогу в школу для их детей. Кстати, если вы обнаружили подобные нарушения, сообщите о них в отделении ОНФ или в нашу редакцию телефон 20-55-45. Илья Кочетков, Алексей Фризин. День с толком. Сегодня вечером, точнее в 21.00, в Яровом выступит известный исполнитель Нелета. Вход на концерт составит тысячу рублей, сообщается в инстаграм-аккаунте курорта Яровое. При этом все помнят, что в июле в том же Яровом должна была выступить Ольга Бузова. Ее концерт тогда был отменен в связи с тем, что в регионе действует запрет на проведение массовых мероприятий. Вот как нам прокомментировали сегодняшнее выступление Нелета в информационном центре Причала-22. Мы никаких концертов не проводим. Насколько мне известно, я просто сотрудник информационного центра. У нас заявлено просто вечером в кафе оплачивают люди вход и музыкальное сопровождение будет. То есть люди сидят за столиками. Это никакие не концерты. Люди просто ужинают. А кто там будет на сцене и что исполнять, это та же самая фоновая музыка. Первым противником алтайских хоккеистов в этом сезоне станут красноярские рыси. Команда встретится на льду дважды 29 и 30 августа. Так что у Динамо Алтая есть лишняя неделя для тренировок перед товарищескими матчами. Дело в том, что первые игры наших хоккеистов должны были состояться завтра и послезавтра с кузнецкими медведями в Барнауле, но Новокузнецк закрыли из-за осложнения эпидемиологической ситуации. Пандемия сказалась и на нашей команде, произошли изменения, но на качестве игры они не должны отразиться. Ряд позиций требует усиления, но основной костяк мы сохранили. К сожалению, у нас в этом году стало меньше команд в нашей лиге, осталось их шесть, поэтому задача поставлена серьезно перед командой. Напоминаю, телефон нашей редакции 20 55 45. На этом у меня все. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компании Валар. До встречи в эфире и хороших вам выходных. Продолжение следует...